В Южной Корее высшее образование для корейцев платное. У них же стареет население, а прироста-то нет, потому что самая низкая рождаемость в мире – 0,8 ребенка на одну женщину. Южная Корея находится между Сылой и Харибдой. Вас захватят со всех сторон. Вот тут Китай, тут КНДР. Что? Собирается экспортировать Южная Корея сейчас оружие. Суверенитет технологический будет утерян. Это именно цель их стратегических партнеров. 30 лет назад, в 1993 году, Свет увидела книга, опубликованная Всемирным банком «Восточно-азиатское чудо. Экономический рост и публичная политика». Речь в ней шла о так называемых четырех азиатских тиграх – Южной Корее, Тайване, Гонконге и Сингапуре, чьи экономики совершили невероятный рывок. Ну, если коротко, то главные секреты – это развитие на основе экспорта, открытие внутренних рынков, увеличение конкуренции, развитие человеческих ресурсов и использование иностранных технологий. Да, понятно, что к сегодняшнему дню за 30 лет изменилось многое, но уже третий год подряд экономика Южной Кореи занимает десятое место по величине номинального ВВП в мире. Ну, это же действительно круто. И это при полном отсутствии ископаемых, полезных, и при этом лишь 20% территории современной Южной Кореи пригодна под сельское хозяйство. За последние 60 лет РК преодолела путь от одной из беднейших стран до, ну, наверное, одного из самых развитых индустриальных государств мира. Но так ли это и как им это удалось? Это «Час спик» в студии Никита Рудаков, и сегодня у меня в гостях креевет, научный сотрудник Института Китая и Современной Азии РАН Александра Зуева. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, Никита. Мой первый вопрос, он, может быть, даже веселый будет. Как ЕГЭ влияет на экономику страны? Только не смейтесь, не вы, не, дорогие зрители, вы. Значит, почему? Процитирую статью одного корееведа. Сунын, тот самый ЕГЭ, самый важный в жизни экзамен. Он проходит на всей стране в один день, длится 8 часов подряд. В день его проведения магазины и офисы открываются на час позже, чтобы не создавать пробок, а поскольку экзамен предполагает аудирование по английскому, то самолетам запрещено взлетать и садиться в это время, чтобы не создавать шум. Ну, теперь понятно, почему я спрашиваю про экономику. Ну, дело в том, что ЕГЭ, это действительно очень, вот Сунын, это очень важный этап в жизни каждого корейского школьника. По результатам данного экзамена, который проходит в течение почти целого дня он занимает, будет понятно, в какой университет поступит студент. И, естественно, чем лучше университет, чем более рейтинговый университет вы поступаете, тем более рейтинговую работу вы можете найти. Это достаточно большая проблема для Южной Кореи, потому что никто не хочет работать на заводе. Все хотят работать в корпорациях, носить белый воротничок, ходить по Ганнаму и быть серьезным корейцем или кореянкой с портфелем в руках. Но при этом готовы платить за образование? Безумно огромные деньги. Потому что, как мы знаем, в Южной Корее высшее образование для корейцев платное. Если вы иностранный студент, вы можете выиграть грант, приехать и учиться бесплатно. Но если вы кореец, то вы будете платить за образование. Дело в том, что уже сейчас при рождении ребенка родители начинают откладывать деньги на университет, то есть с момента рождения. Иначе не хватит. Такие высокие, да, такие высокие цены. То есть чтобы ребенок учился в престижном статусном университете, так как эти университеты входят в различные рейтинги и котируются. Плюс на самом деле система образования, вот это вот как ельская школа, да, когда у вас Лига Плюща. Лига Плюща. Можно провести такую параллель. Попадая в рейтинговый университет, вы заводите рейтинговых друзей, вы попадаете в рейтинговое, в элитное общество, и вы можете в нем чего-то добиться. То есть не только благодаря вашему образованию, но и связям. Вообще Южная Корея и корейцы, они, так сказать, полностью, ну не полностью, но частично позаимствовали вот эту систему, когда вы следите за своими статусными выпускниками, и потом на них полагаетесь. То есть у вас идет вот эта преемственность. Вы знаете, какой выпускник у вас в каком месте работает, и можете воспользоваться этим в дальнейшем и на благо своего института, и для своих личных связей. Удобно, определенно. Но если я правильно понимаю, то вот это желание стать белым воротничком, оно же связано с таким словом, как чеболь. К тому, это те самые гиганты, которые и спасли Южную Корею, да, надо небольшой экскурп провести, да, ведь, потому что до их появления, если я правильно понимаю, после войны, ну, Южная Корея представляла себе жалкое зрелище. Видите, дело в том, что чеболи как таковые, ну, во-первых, сейчас они у нас называются компанией, да, как бы, как таковое чеболь слово уже не используется, это немного устаревший термин. Они начали появляться еще до момента Корейской войны, еще в 30-х годах, на самом деле, во время того, когда Южная Корея была колонией, да, была колонией Японии, и уже тогда постепенно зарождаясь чеболь, например, история Самсунга берет свое начало в 30-х годах. Дело в том, что вот эти вот, как бы, чеболи, в чем их нонсенс? В семейственности. То есть там работали... А, семейное предприятие. Семейное предприятие, конечно, это семейное предприятие. И в дальнейшем это было и силой, и слабостью. Потом в 98-м году, как раз-таки во время кризиса, это было вот большим минусом, да, но тем не менее они продолжают оставаться семейными предприятиями. Если мы активно будем следить за новостями, то видно, что там продолжают работать, то есть дети получают управление компанией родителей. Вот я говорил про эту книгу, да, про доклад, и они там разные термины, но я хочу спросить, а вот эти чеболи, это действительно то, что помогло экономике Южной Кореи перегнать, например, север, да? Ну, это не совсем корректное высказывание. Почему? Во-первых, проблема была многофакторной, ну, их успех был многофакторным. Не только чеболи. Не только чеболи. Они не сами решили принимать подобную, как бы, систему по развитию и экономике Южной Кореи. Политика сверху Южной Кореи или сверху Америки? Конечно. Хороший вопрос. Северной Корее повезло. Им как раз-таки отошли почти все полезные ископаемые и то, что находится в недрах. Южная Корея в этом вопросе осталась чем? Она осталась тем производством, которое находила, осталась от японцев. И на самом деле это был достаточно сложный вопрос, как Япония, даже уже после того, как они капитулировали, отдала эти производства Южной Корее. Только в 1957 году японцы согласились отказаться от своих притязаний на то имущество, которое находилось на территории Южной Кореи. А договор подписан был, если не ошибаюсь, только в 1965-м между Южной Кореей и Японией. И то при давлении, понятно, их самых лучших и близких партнеров США. Потому что с чем это было связано? Ведь Южная Корея получала свои дотации в том числе от США. Не только США поддерживали Южную Корею после войны. Это были США, Германия, Япония. И в тот момент, когда США вели активную войну во Вьетнаме в 60-х годах, естественно, им пришлось сокращать свои издержки в Южной Корее. Поэтому они активно участвовали в том, чтобы Япония заняла их место по вкладу инвестиций в Южную Корею. Делегировали субподряд. Да, субподряд. Субподряд. Японский субподряд. Ну и получилось-то здорово. Ведь до 98-го года, да, ну вот опять же, и эта книга, которая была в принципе, то те темпы роста, которые показывали Южная Корея, вот эти четыре издержки, они невольно впечатляли. Ну правда, это же была мега-крутая история. А в 98-м году произошел спад. Мы все прекрасно помним 98-м годах, потому что у нас доллар скошли. Это тоже было, да. И никто не знает, ну вернее, многие знают, но никто так особо внимания не обращает на то, что произошло в Азии. Что же произошло тогда, в 98-м году? Чем шарфны? Япония стала меньше денег давать, Америка, что? Ну и в этом в том числе инвесторы вывели свои деньги. Почему? Потому что банки давали суды, не подкрепленные бизнесу. И случился тот самый пузырь на рынке. Обанкротилось огромное количество предприятий. Обанкротилось оно в том числе из-за чего? Из-за зависимости от доллара. Ведь в 97-м, 98-м году та же самая похожая ситуация на то, что происходит у нас сейчас. США активно начали им, они поняли, что слабый доллар им не выгоден. И выгоден сильный доллар. И они начали его корректировку с помощью поднятия ставки. И это непосредственно повлияло на экономику Южной Кореи, на зависимую экономику от доллара. И на самом деле в этом году были подобные, в прошлом году уже, в 2022-м, были подобные истории. И вона очень обесценилась по сравнению с тем, что было. То есть сравнивали ситуацию на рынках Южной Кореи с ситуацией 98-го года. Вы же сами говорили, что вроде как они перешли от зависимости от американцев к японцам. Как же доллар-то? Ну, они же перешли когда? Они же перешли на определенный этап. Затем, на самом деле, в течение почти что 20 лет Южная Корея зависима не от Японии, а от Китая. Как? Вот так. От коммунистического Китая? Конечно. Как это? Потому что на 90% импорт и экспорт был завязан на Китай. И завязан до сих пор. Сейчас, как вы знаете, период такой достаточно большой глобальной турбулентности и смене попытки выстроить многополярный мир, Китай пытаются ограничить в его развитии. США вводят различное количество ограничений. Они очень классно выстраивают вот эту вот свою протекционистскую политику. И Южная Корея находится между двух огней, между Сциллой и Харибдой. Как им быть? В настоящий момент президент Юн Сук-Йоль активно декларирует то, что они выбирают штаты именно для сотрудничества. Это их стратегические партнеры. Но заявляет о том, что они не отказываются от сотрудничества с Китаем. Однако, любознательные ученые... И наши мы бы на двух стульях попытались уж простить. Да, да. Что интересно, Южная Корея постепенно вывозит свое производство на территорию Штатов. Как-то было все раньше наоборот. Американцы вывозили в Китай свое производство, а теперь... Тренд меняется. То есть получается, что, простите, американскому платить дешевле, чем собственным работникам или что? Поэтому в Южной Корее очень сильно возмущаются профсоюзы на эту тему. Дело в том, что, например, в прошлом году компания Hyundai заявила о том, что они построят завод по производству, собственно, автомобилей на территории Штатов. Профсоюзы выступили. На что Hyundai сказала, хорошо, построим и здесь. Так и быть. 28 лет мы не строили, а сейчас построим. То есть они добились своего. Но это, понимаете, это просто крошка хлеба по сравнению с тем, какое количество инвестиций из Южной Кореи сейчас вкладывается в США. Но, но, если бы это был обоюдный процесс, как выглядит ситуация на самом деле? Например, закон об инфляции. Не только Южная Корея возмущается по поводу этого закона, но и европейские страны. Дело в том, что теперь Южная Корея, начиная с 2023 и особенно в 2025, не смогут производить, не смогут закупать китайские компоненты для производства автомобилей, чтобы продавать их в США. То есть они смогут, но они потеряют льготы. То есть США с помощью льготных программ будет ограничивать производство различной техники, высокотехнологичной, ну автомобилей в данном случае и аккумуляторных батарей в Китае. Поэтому Южная Корея ничего не останется, чтобы сохранить за собой американский рынок, перенести все свои производства туда и покупать полезные ископаемые не у Китая, а у своего партнера, который они на протяжении 20 лет покупали, а покупать, например, в Австралии. То есть у тех стран, у которых есть договор о свободной торговле со Штатами. Есть еще более интересные вещи. Например, такое сотрудничество 4chips. Ведь у нас сейчас с вами, помимо того, что идет речь о зеленой энергетике, энергопереходе, высокотехнологичное производство, чипы, это очень важно. И Штаты, опять-таки, пытаясь ограничить развитие Китая в этой отрасли, а это достаточно непросто сделать, являясь монополистами по производству, например, чипового именно оборудования, они запретили поставлять в Китай это чиповое оборудование. Но дали, например, Южной Корее год на то, чтобы, ну, может быть, дифферсифицировать как-то свои поставки. То есть чтобы, опять-таки, Южная Корея не сотрудничала с Китаем. Они не говорят им это в открытую, не работайте с Китаем. Они вводят такое, такие законы и такие ограничения, что Южной Корее придется либо сказать штатам нет, ну, что они сделать не могут, потому что, как вы видите, ситуация касаемая безопасности. Они давят на то, что мы вас тут прикрываем, то вас уже все, вас захватят со всех сторон. Все, вот тут Китай, тут КНДР, все, забудьте, мы вас спасаем. Либо вы с нами сотрудничаете, мы вам даем безопасность, ну, а вы, пожалуйста, давайте сотрудничайте с нами. То есть они вынуждают их. Еще в начале прошлого года, когда речь шла о 4-чипс, корейцы не хотели в него вступать. Это как раз вот организация, туда будет входить США, Япония, Южная Корея и Тайвань. Знакомый нам. Понятно, да, по производству чипов. И они объясняют это благой, естественно, целью, как всегда это делают, что для Южной Кореи это выгодно. Вы сможете быстрее получить доступ к оборудованию, вы сможете быстрее продавать. Вам будет легче работать в рамках различных тарифных всех пошлин. Но, наверное, придется отказаться от Китая. Что говорила Корея? Нет, мы подумаем, потому что корейцы на самом деле в их культуре, они не говорят нет. Ну, то есть открыто они стараются эту систему спустить на тормоза. Как бы аккуратненько сказать, да, мы подумаем, мы еще не готовы, нам еще надо. Но тенденция такая, она меняется. Если в начале года они говорили, мы подумаем, то сейчас они говорят, наверное, нам придется. Но мы будем развивать свое. Только они не понимают, что как только они туда вступят, мухоловка схлопнется. И вопрос будет, насколько их суверенитет технологически останется. Ну, по нашему мнению, по моему мнению, я считаю, что суверенитет технологический, скорее всего, в том количестве, которым они получали до этого, будет утерян. То есть это именно цель их стратегических партнеров в том, чтобы вот захлопнуть, зациклить вот это вот сотрудничество на себе. Вот американцы же давят на то, что, значит, они их охраняют. Но ведь, если я правильно понимаю, то бюджет военной Южной Кореи тоже немаленький, уж мягко скажем. Куча денег они тратят на оборону. Ну, может, не так уж страшен черт, или, может быть, я не прав. И если, соответственно, если их защищают американцы, зачем кучу денег тратить на оборонку? Можно же куда-нибудь в другое. Вот вы понимаете, что оборонка и ВПК, экспорт, они ведь сейчас делают ставку, если раньше Южная Корея, что у нас, ну, как бы даже те 90-е годы, да, это экспорт, холодильники, компьютеры, вот это все. Что собирается экспортировать Южная Корея сейчас? Оружие. Оружие. Выходят на новые рынки, например, на Саудовскую Аравию. Как интересно. Да. Они очень активно заходят, между прочим, в Персидский залив по сотрудничеству. Вот в одной из статей военная проблема, она была показана как проблема экономики, да, то есть если бы, грубо говоря, не надо было тратить столько денег, то они бы пошли. А вы сейчас переворачиваете эту историю и говорите, что их вложение, на самом деле, для них еще может быть очень неплохой статьей дохода обернут. Это, в этом стоит, конечно, восхититься экономика Южной Кореи. Они молодцы, они умеют зарабатывать деньги. Да, у них есть большие сложности и в социальных программах, но что касается экспорта, как экспортировать то, что они умеют делать, не имея при этом достаточного количества ресурсов, это они научились делать очень хорошо. Помимо оружия, сейчас еще на экспорт выходит и атомная технология Южной Кореи. Смотрите, у них есть атомный проект? Конечно, у них очень много атомных проектов, но там тоже ситуация пока что подвисла из-за, опять-таки, их стратегических партнеров. Что-то на корейском полуэрсе слишком много атомного оружия, вы не находите? Нет, но это же не атомное оружие, это же атомные электростанции. Когда ты приезжаешь в Южную Корею, ты разочаровываешься? Ну, потому что ты же представляешь себе, да, что тебя встретит сразу робот в аэропорту, я не знаю, на крыльях дроны отвезут куда-то еще, везде будут какие-то, я не знаю, огромные краны. Все будет супер высокотехнологично. Вы знаете, наверное, как турист, когда вы приезжаете туда, вы остаетесь в восторге. Это очень красиво, очень технологично, очень интересно. Особенно, вот для меня, например, важно было, это очень инклюзивно. Сеул вообще, в принципе, инклюзивный город. Они уделяют достаточно большое внимание, например, инвалидам, колясочникам, людям с колясками, то, что не всегда можно встретить у нас на самом деле. Но, если чуть глубже вы копнете, когда вы начинаете там жить, начинаете осимливиться, это другая страна. И разочарование не у всех, но у многих случается, конечно. Разочарование? Потому что та картинка, которую вам показывают в Дорамах, или, например, блогеры, которые проживают в Корее, потому что им выгодно большое количество просмотров, они, естественно, покажут вам картинку классную, скорее всего. А когда вы попадаете в эту ситуацию, то... Попадаете в подвал с паразитами. Да, да, да. Можно попасть и в подвал с паразитами. Жилье очень дорогое. Не каждый университет готов даже за деньги предоставить вам место в общежитии. Это на самом деле лотерея, получите вы место в общежитии или нет. Как же жить? Как же жить? Квартиру снимать? Снимать, снимать подвал с паразитами, да. Это, слушайте, ну это же какой когнитивный диссонанс, да, у тебя там все летает, оживешь ты, видишь ноги. Вы видите ноги, как у Булгакова, вот у мастера точно так же. Вы видите мимо проходящие ноги. Я была в таком жилье у студентов в Сеуле, у своих коллег. Да, вот вам открывают дверь, вы заходите, и у вас окно на уровне земли. Кошмар. А если у вас еще рядом какой-нибудь сульджип, какой-нибудь бар? О, там еще и гадят рядышком. Да, да, то есть все вот эти вот прелести, они есть. Я просто, вот я про Токио, например, смотрел программу про жилье, но там какие-то просто чудовищные, просто чудовищные. Там даже вот этот вот узенький, у них есть, как это называется, не кластер, а когда такая вот маленькая штука, шкаф, ты спишь в шкафу, и то стоит денег. А в Южной Корее такая же, купить квартиру невозможно, это все стоит безумных денег. Да, вы абсолютно правы, действительно так, жилье очень дорогое. И на самом деле это одна из претензий к бывшему правительству, к Мунджиину, собственно, до Юнсок Йоли и Кпакина. Это кочующая ситуация, у них очень дорогое жилье. Ну, а проблема в том, что они не могут ничего построить, или там коррупция может быть из-за этого, там денег все стоит кучу. Ну, коррупция тоже в Южной Корее есть. В Южной Корее все-таки самый шумный. Да, конечно, если они недавно посадили президента. Президента, и ни одного. Да, я про женщину читал. И не только женщину. Еще? Конечно, и до этого тоже президента Минбак, но они его уже выпустили, но тем не менее. За коррупцию тоже? Ну, там были свои истории, да, свои нюансы. Поэтому... Так все-таки, почему такое дорогое жилье? Не успевают строить коррупцию? В чем причина? Они же такие умные. Земля. А, мало места. Ну, конечно, страна маленькая. Высер? Ну, плюс, опять-таки, цены, ипотека, вот это... Все хотят жить в хорошем районе. Но, тем не менее, рядом с хорошим районом у вас могут быть рядом трущобы, например, как рядом с Каннамом. То есть такая история тоже может случиться. И эти трущобы пытаются расселить, они не расселяются. Безуспешно. Да, безуспешно, жгут их. Ну, вот от этого мы можем перейти к проблеме, на самом деле, мигрантов. Потому что сейчас они... А есть проблема мигрантов? Я думал, там абсолютно национально, как Япония. Мононациональный стран, там же Японии точно запретили брать этих иностранных специалистов. Нет, у них как раз, например, на полях работает кто? Мигранты. В Японии? В Корее. В Корее, конечно. Откуда мигранты? Китайцы? Наши? И наши. Да ладно. Да, конечно, в Дальний Восток. А в чем проблема мигрантов? Они получают небольшие зарплаты, а эти хотят больше. Они не хотят... Их не всегда официально оформляют. Вы же понимаете, что когда вы приезжаете работать в другую страну, вам нужно получить разрешение на работу. А в таком случае вашему работодателю придется платить за вас налоги. Не все готовы платить за вас налоги. Поэтому, например, нечестные на руку работодатели не оформляют наших... Гастарбайтеров. И по итогу те должны скрываться. Имиграшка. О, это 1500 историй, как наши, и не только наши, естественно. Это в том числе и Средняя Азия, и Монголия, например. Очень много Монголии. Они вас там кидают? Да. Нехорошие товарищи. Ну, прямо обидно. Ну, видите, вопрос в том, что если вы приезжаете, вам говорят, мы будем вас оформлять. Вы же понимаете, что вы будете нарушать закон. Вы разворачиваетесь и едете домой. Потому что, говорите, я не буду работать на таких условиях. А если вы остаетесь и нарушаете закон, то это уже ваша зона ответственности. Это вы согласились нарушить закон другого государства. Это казуистика какая-то, которая приносит кучу денег в доход. Вот про деньги. Вот мы с вами, например, упомянули, да, что халю приносит большую часть денег. Вся эта огромная индустрия и так далее, и так далее. ВПК сейчас начинает приносить. Да. Ну, а что еще? Если у них сельскохозяйственных угодий, как я сказал, 20%, если жить им там негде, ну, что они еще? Откуда деньги-то берут? Высокотехнологичный сектор. Так его сейчас накрывают медным тазом. Конечно, медным тазом им дадут торговать. Дойдут торговать с собой. Они поставляют автомобили, технику. У нас по городу кучу гоняют. Ну, да. Но видите, в чем дело? Мы сейчас покупаем какие автомобили? Внутреннее сгорание, да? Это все топливо, это все нефть. Но Южная Корея, она же всегда опережает тренды. И они сейчас активно наращивают производство... Ну, да, электромобилей. Электромобили. Почему? Потому что Южная Корея стоит, так сказать, в авангарде тех, кто пытается совершить энергопереход и отказаться от угля, от углеводородов, да, от угля, от нефти. И оставить их только, например, для какой-то химической промышленности. Потому что Южная Корея очень зависима от поставок энергоресурсов на 90%. То есть туда входит, естественно, и нефть, и газ, и уголь, и, собственно, уран тот же самый. А оставшиеся там 7-8% у них генерируют возобновляемые источники энергии. Дело в том, что Южная Корея испытывает достаточно большие проблемы экологические, экологического характера. Поэтому они имплементируют вот этот вот как раз подход зеленой, да, зеленой экономики, зеленой энергетики, свои национальные планы уже не первый год. Но это все бьет в первую очередь по кошельку простого кореи? Конечно, конечно. Поэтому разрыв продолжает. То есть вот у них есть цель. К 2040 году они планируют достичь той самой, как бы, мифической углеродной нейтральности. Проблема с возобновляемыми источниками энергии, и вот эта вот тема активно нарастала значительно раньше, чем у нас. В 2009-2010 году они уже пытались построить ветряки, по всей стране поставить на шельфе. Но при этом, например, ситуация какая? Мы строим ветряк, какое окажет он влияние на флору и фауну, на океанический вот этот вот шельф? Тоже нельзя. Хорошо, давайте тогда поставим здесь. Здесь птицы летают редкие, тут тоже нельзя. Давайте тогда вот это сделаем, тут тоже нельзя. Давайте построим атомную электростанцию. И все будет хорошо, и птицы редкие. И все будет фокусимо. Все, вопрос с атомными электростанциями на какое-то время встал. Ну я так понимаю, что это же все, еще тоже, я все же, знаете, к кошельку простого корейца, к ценам на ЖКХ, вот я к этому. Ну, конечно, выше, чем у нас. Конечно, выше, чем у нас, значительно. И, например, наши студенты, и мои студенты, которые приезжали в Южную Корею, они, например, грелись как? Очень огромные, высокие цены за газ. Это был, там, 2010-й, 2012-й год, 2013. Бутылочки с горячей водой набирали, складывали с собой в кроватку. О, Господи. Да, потому что, чтобы заплатить за газ, с чеком приходил 600-700 долларов. Это месяц? Да. Чтобы подтопить, вот как мы привыкли жить, чтобы было комфортно в помещениях. Если, когда я училась на языковых курсах и в магистратуре, мы сидели полностью в одежде в помещении зимой. Полностью в одежде. А это холод немного другой. Он пронизывает вас до хозяина, потому что влажно. Влажность. Влажность. Летом влажно, вы без кондиционера умираете. Зимой холодно, влажно. Вам нужно включать вот эти вот батареи. Понятно, что пенсионные системы, я не знаю, в какой стране, она есть совершенная, да? И решают разными жесткими образами. Какая ситуация с корейцами? Ведь, если я правильно понимаю, они долго, очень долго живут. Живут, да. Смотря на стресс, цены на ЖКХ и все остальное. Несмотря на это, ну, это, наверное, нужно сказать спасибо их образу жизни, питанию и любознательности. Мы про это тоже можем поговорить немного. По показателям Уэссер, Южная Корея, у них самое большое количество бедного населения, старше 65 лет, порядка 40%. Где? В Азии? Среди стран Уэссер. Объединенное экономическое... Полмира, считай. Ну, да. То есть дело в том, что вот когда вы в дорамах смотрите или в фильмах показывают вот этого старичка, который еле-еле тащит вот эту огромную тележку, и там много-много коробок. Это правда. Это правда. Они вынуждены работать. Не все. То есть там, естественно, тоже система с градацией, но, во-первых, они хотят увеличить пенсионный возраст еще. Еще? А у них сейчас... До 67, по-моему, они хотят увеличить. Больше чем у нас. Надо посмотреть, да. Вот. И по прогнозам у них же стареет население. А прироста-то нет, потому что самая низкая рождаемость в мире. 0,8 ребенка на одну женщину. Самая низкая рождаемость в мире. Низкая рождаемость в мире? Да, да. Я так с такой улыбкой это говорю. В 2050-60 году они выйдут на то, что у них будет на одного работающего человека два пенсионера. И две гибридные машины. Ну да, наверное, если все останется так, как есть. Да, проблема. Понятно, а пенсию надо платить. Молодежи нет. Приходится иностранных специалистов. Эти учатся здесь и уезжают в Америку или в Китай. Замкнутый круг. И либо они работают так, грубо говоря, до смерти. То есть вот очень мало... Они отдыхают меньше, чем мы. То есть отпуски у них значительно меньше. Чем выше должность, тем меньше отдыха. Да, тем меньше отдыха. Ну вот поэтому и суициды бесконечные. Уровень стресса. Да, кстати, тоже любопытная тема. Поговорить вот про связь, да? Мы тоже работаем напряженно. Но мы все-таки не такие, как корейцы или японцы, которые... Я, например, опять же, я просто про японцев чуть больше все знаю. Читал, например, что у них спать на работе это норм. Потому что если ты не спишь на работе, значит, ты не очень устал. А если ты спишь, значит, ты вообще выложился. Ну да, у корейцев тоже такое было, что, ну, не сон, что, например, нельзя там уходить раньше начальника. А если он сидит там до ночи, значит, ты сидишь. Сидят. Ну, потому что подойти... Опять-таки, в зависимости от того, какие у вас связи выстроены. Но в целом все-таки еще вот эта вертикаль... Это, кстати, к разговору о том, что внедрение вот этих вот стандартов устойчивых про diversity, вот эта вот вся история, как они в Корее-то собираются, те же самые Samsung и Hyundai, они же активно об этом говорят. Мы вот эти вот устойчивые стандарты, ЛГБТ и все остальное мы внедряем, у нас все это будет. Пока сложно это представить. Особенно с той вертикалью властной, которая до сих пор находится во всех корпорациях, как они это будут реализовывать на самом деле, вероятно, пока реализуется это в большинстве своем на бумаге. Вот. И уровень... У нас в странах специалистов будут приглашать представителей ЛГБТ-сообщества из США, чтобы заполнить что-то. Нет, у них есть ЛГБТ-сообщество, но также у них есть и люди, которые очень против этого. Потому что, например, те же самые протестанты. А там большая, кстати, христианская... Да, диаспора, да. Ну, в смысле, большое количество христиан, да. То есть у них есть вот это противостояние. И в том числе вот эти вот все ценности, их традиционные, да, для общества, они не вполне коррелируются с тем, что... О чем сейчас пишут Samsung и Hyundai, когда говорят, что мы меняем вот эту корпоративную политику, мне кажется, что сделать это за какой-то короткий период очень сложно. На это нужно достаточно много времени. Может быть, проблема в политическом устройстве? Мы уже, к сожалению, заканчиваем нашу беседу. Час пролетел очень быстро, и в конце надо поговорить о связи экономики и политики. Республика Корея демократичная страна. Но мы вот с Константином Валерьяновичем уже поговорили про демократичность выборов, про... Мне очень понравилась его история, про мертвого конкурента у Лисенмана, кажется, я уж не помню, или еще у кого-то, да. Насколько эта страна демократичная, и как политический режим, который существует там, коррелирует с экономическими достижениями? Потому что, ну, судя по нашему интервью, да, они, в общем, готовы, ну, уж если не родину продать американцам, то, по крайней мере, как-то бороться с этим не очень. Да, они пока с этим не... Они говорят о том, что их это не устраивает. Они будут противостоять этому, но нам по факту пока ничего не происходит. Дело в том, что, конечно, тот уровень, как сказать, регулирует... То, насколько южнокорейская экономика регулируется правительством, наверное, это неплохо. Потому что все-таки, ну, результаты у них выдающиеся, действительно. И очень много хороших вещей, которые бы можно было позаимствовать и использовать, например, у нас. Например, то, какое количество их правительство уделяет НИОКРу, науке, развитию технологий. Какое количество времени и денег вкладывается сейчас, например, в региональные программы. То есть улучшение, чтобы кооперация между регионами давала новый виток для экономического развития, чтобы не было этой разрозненности. Хоть Корея небольшая страна, но, тем не менее, проблема вот их провинций и централизация всего в Сеуле, да, тоже такая у нас проблема такая есть, они пытаются решить за счет того, что наращивают экономическое и научное сотрудничество между регионами. Это хорошая идея, это хорошая практика. Это имеется в виду дороги, аэропорты? Да, например, какие-то совместные проекты научные. То есть плюс, вот мы с вами, например, не проговорили про технопарки, но, может быть, в следующий раз мы про это скажем, про ТЭГУ. Очень важная вещь, высокотехнологичное их развитие. Они уделяют как раз высокотехнологичному развитию, понимая, что в этом их сила, в этом их будущее. Они, правительство вкладывает туда. Либо они мотивируют частный сектор, то есть бизнес, опять-таки, вкладывать в разработки. В этом они большие молодцы. То есть вот эта вот связь экономики и правительства достаточно хорошо налажена у них. Госрегулирование помогает. Да. Но демократией вы бы назвали эту страну? Ну хотя бы, я понимаю, что идеальной демократии нет, но, ну как, можно ли назвать это все-таки выбор демократичный? Нет, ну выбор демократичный. Президент избран по-настоящему, без, так сказать, кандидата заранее известного и форм управления. Саспенс, как это, соблюдается до последнего момента. Неизвестно, да, кто победит. Действительно, это есть. Наверное, демократично. Вопрос в другом. Каждый новый президент... Садится после предыдущего. Да, садится после предыдущего. Это правда. Но, помимо этого, видите, в чем дело? Они же меняют экономические приоритеты. То есть, например, если Мунжиин делал ставку на одно, пришел Юнсу Кьоли и сказал, так, все, тут все неправильно, мы сейчас все переделаем. И так каждый президент приходит, новый президент, и говорит, все не так. Забудьте, что вы знали в школе. Это экономическая политика, которая была, нам не нравится, мы ее отрицаем, все неправильно. Они ведь даже строят свою предвыборную кампанию на критике существующего президента. То есть, посмотрите, вот он там сказал, что мы будем использовать водород и ВИА, а отказался от атомной энергетики. А я верну атомную энергетику. Собственно, то, что сейчас и сделал Юнсу Кьоли. Но он один момент вот как бы упускает постоянно. Почему в том числе и отказывались от атомной энергетики? Во-первых, где хранить отходы? Отходы. Да? Ну, как бы вопрос-то не решен до сих пор. Во-вторых, очень сильно были все напуганы после Фокусима. Я сама была в Южной Корее, когда в Японии вылазили... Да? Да, да. Я в этот момент училась. Причем я училась на побережье, в Мукпо. Господи, там же совсем 65 километров. Да, было очень страшно. Кошмар. Было очень страшно. Но, тем не менее, как раз после этого и началась кампания по тому, что нужно ли нам настолько атомная энергетика, чтобы мы здесь все погибли. И как раз во время отказа это была одна из причин, что посмотрите, это не совсем безопасно. Но альтернатив нет, альтернатив нет, мы их не видим. Энергопереход нужен, энергопереход нужен. Отказаться мы хотим, я имею в виду, от угля и всего газа. Ну вот с газом, конечно, вопрос. Опять-таки вопросы с водородом, которые тоже они активно пытаются использовать. Очень много подводных камней. И пока ни один президент не может это решить. Вся ситуация в чем? Количество проблем нарастает экономических. И передается от одного президента к другому, от одного президента к другому. То есть никакого глобального слома, какого-то глобального решения этих проблем в настоящий момент не предвидится, скорее всего. То есть ситуация такая, что, видимо, нужно либо просто как-то жестко менять все внутри, либо как-то, может быть, уходить от наращивания экспорта оружия, например, и вкладывать эти деньги во что-то более полезное. Но пока тренд такой, что Южная Корея планирует заниматься экспортом оружия, высоких технологий, атомных технологий. Ну и так и продолжает декларировать о том, что они будут совершать энергопереход, как-то поддерживать свое население. Видимо, следующий президент тоже будет об этом говорить. Посмотрим через пять лет, через четыре года уже. Это был Час Пик, и сегодня у меня в гостях был Кариевед, научный сотрудник Института Китая и Современной Азии Иран Александра Зуева. И не забудьте подписаться на наш телеграм-канал. Вас ждет там еще много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok